Если в последнее время вы наблюдаете ухудшение самочувствия, чьих насморк и отек лица, возможно, у вас пыльцевая аллергия. Как бороться с симптомами и можно ли вылечить эту болезнь, узнаем в сюжете. Покраснение, зуд, насморк, отек носа и слезящиеся глаза. Всему виной береза и другие цветущие растения. В этих сосветиях находится пыльца, один из наиболее распространенных и сильных аллергенов. Один из главных способов профилактики аллергии – предотвратить попадание пыльцы в организм. Обезопасить дом можно с помощью ежедневной влажной уборки, устранения пылесборников, мытья уличной одежды и обуви, герметизации дверей и окон. Аллергическую реакцию вызывает пыльца ветроопыляемых растений, которые разносятся на огромное расстояние потоками ветра. В нашем регионе, в Казани, наиболее аллергенными растениями являются аллергены деревьев, во-первых, среди которых самыми мощными аллергенными свойствами обладает пыльца березы. Береза вот именно сейчас очень активно пылит или цветет и вызывает массу неприятных симптомов в наших пациентах. Сезон аллергии на пыльцу деревьев, а именно березы, длится где-то две недели. И в зависимости от того, ранняя весна, поздняя, жаркая или холодная, он наступает в мае. После того, как отцветут деревья, зацветают следующие пыльцевые аллергены. Это луговые травы. И пик их влияния на организм аллергиков приходится на июнь и июль месяц. Затем, где-то в середине июля, в августе, в сентябре, и в зависимости от того, какая осень, цветут очень активно сорняки. Среди сорных трав наибольшую аллергенную активность представляет пыльца полыни. А также амброзия, которая теперь уже и произрастает даже в средней полосе. Аптеки охотно предлагают богатый выбор лекарственных средств от аллергии. Но одни лишь устраняют симптомы болезни, а другие могут вызвать побочные эффекты. Сонливость, низкую концентрацию внимания и упадок сил. Мы назначаем в сезон цветения антигистаминные, назальные спреи лечебные, капли в глаза, ингаляторы, те или иные бронхорасширяющие лечебные. То есть один метод лечения пыльцевой аллергии – это снять симптомы в сезон. Лечение аллергии нужно начинать вовремя, иначе болезнь может перерасти в бронхиальную астму. Сделать это можно с помощью специальной процедуры, ведя в организм измененный аллерген. Основной метод лечения пыльцевой аллергии – это аллергенспецифическая иммунотерапия. И суть этого метода заключается в том, что врач-аллерголог выявляет причинно значимый аллерген, который и приводит к развитию симптомов. И этот аллерген вводится в организм в нарастающих дозировках в предсезонно-сезонные курсы. Если у вас проявляются симптомы пыльцевой аллергии, следует задуматься о походе к врачу. Ведь сезон цветения деревьев и трав продлится до октября. Ариатна Кугушева, Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз. Ариатна Кугушева, Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.